Здравствуйте, ребятушки! Вы находитесь на моем канале, я с вами Дмитрий Трофимов, и, конечно, уже подписались на мой канал. А вы подписались на мой канал? У меня первый вопрос. Первый вопрос. Если ты с нами, Дмитрий Трофимов, то с другими людьми ты кто? Слушай, меня так редко называют по имени, я сейчас только сейчас понял, что люди очень редко обращаются друг к другу с теплыми какими-нибудь классными называшками. Ну, наверное, Дима, мама называет иногда Дмитрий. И все. Вы представляете, как уныло и скучно меня называют. Тогда скажи, кто такой Михаил, который постоянно в твоих видео появляется? А, это Марина из Новокузнецка? Михаил это Марина из Новокузнецка? Вот это поворот. Я имею в виду, что Марина спрашивает из Новокузнецка, кто такой Михаил. Да. И давайте ли по-другому. Почему в моих видео часто упоминается Михаил? И вообще кто это? Может быть, это человек, которого я ненавижу? Может быть, это человек, который мне давно уже должен бабла, и он до сих пор его не отдает. Либо это мой конкурент. Но на самом деле все очень просто. Как-то мне в личку написал один из Михаилов. Один из Михаилов, мой ученик, написал. Дима, ты часто упоминаешь там Михаила? Это случайно не я? И я ему написал. Нет, нет, это не ты, конечно же, это не ты. Но это он. А кто из них? Пусть вот они додумаются, потому что их там двое. А давайте так, я по-другому скажу. Когда я говорю о Левтина, когда я говорю о Михаил, я стараюсь в этот момент представить именно этого человека. И я либо представляю, что я от его лица говорю, да, либо я обращаюсь к нему. То есть у меня действительно в голове есть определенный образ этого человека. И это, скорее всего, конечно же, собирательный образ, но в любом случае часть этого образа взята из моих учеников в том числе. Продолжайте. Так, Эдмунд из Витебска спрашивает. Эдмунд из Витебска. Как ему там же живется с этим именем? Мне даже интересно. Расскажи про свой опыт вегетарианства. О, да. Я скажу, что я был вегетарианцем 6 лет. Когда я начинал заниматься этим всем, я не мог уйти от зависимости от еды. То есть когда вы вегетарианцем становитесь, либо веганом особенно, вас еда прям манит, манит очень сильно. И мне было очень тяжело, поэтому я постепенно отказывался. Сначала отказался от какого-то определенного мяса, потом отказался от определенных продуктов, там, молочных, постепенно, по чуть-чуть. То есть у меня были стабильно там каждые 2 месяца я отказывался от какого-то продукта, который я ел, от которого я был зависим. В итоге я вышел на веганство, и я был в этом состоянии на протяжении 6 лет. Я делал это ради своего здоровья и был уверен, что мое здоровье действительно поправилось благодаря веганству и вегетарианству. Но, ребята, вы знаете, оказалось не все так просто. Мне достаточно следить за своим питанием. Если ты не работаешь вот здесь, со своей головой, то болячки могут быть психосоматические. Ты думаешь, ты веган, плащ там у меня не развивается? Он у меня развивался, кстати. Когда-то у меня в голове было состояние такое, что когда я веган, я лучше всех остальных, что я здоровый, я крутой. Нет, ребята, это неправда. Я слышала, что у веганов пот не воняет, и они от рака излечаются. Наверное, я, по крайней мере, этого точно не проверял. Я все так же вонял. Мне бы, наверное, кто-нибудь сразу сказал, что давай тебе надо сыроедом заниматься и почиститься. Я очистился. Ой, ребята, если бы вы знали, сколько я выпил касторки с лимонным соком, вы бы мне вот звездочку здесь бы нарисовали. Суть одна. Недостаточно следить за своим питанием. И за питанием нужно следить правильно. Даже на вегетарианстве и веганстве. Но помимо этого надо также работать со своим мозгом вот здесь. Потому что психосоматику никто не отменял. У меня много было стрессов. Я был много в тревоге. И это тоже приводит к болезням. Короче, пришло сплошное разочарование. И я теперь обычный, обычный сельский парень, который ест куру. Вернусь ли я туда? Есть большая вероятность, что я вернусь. Сейчас пока просто нет, тупо нет возможности заняться своим нормальным питанием. То есть и правильно его настроить. Нет возможности. Но как только появится такая возможность, я, скорее всего, вернусь. И попробую все сбалансировать уже на этот раз. И плюс буду работать со своим мозгом, чтобы не попадать в психосоматику. Антонина из Днепропетровск спрашивает. Антонина, здравствуй. Когда ты качал секс-чакру, кроме мужиков, было ли что-нибудь еще? Почему Антонине? Так интересно. Что было у тебя с девушками? Когда я качал секс-чакру, это была история из влога. И ребята интересуются таким вопросом. Да, действительно, помимо мужиков, которые за тобой бегали, было что-то еще? И да, было. Я, например, заходил в какой-то, не знаю, это может быть магазин-супермаркет. Я захожу, и вот представьте такую картину, девушки у кассы стоят, они не знают, кто зашел сзади. Потому что дверь там открывается, там не слышно. Других людей нет. И я захожу в супермаркет, и они все, кто у кассы, все девушки поворачиваются и смотрят на меня. Как это объяснить? Вот, например, сейчас, когда я куда-то захожу, где-то я хожу, что-то делаю, никто на меня не обращает внимания. Вообще всем насрать. Вот я сейчас сижу, машу руками, никто, вон там три девчонки сидят, никто не смотрит. Но когда я качал секс-чакру, были случаи, когда 8 девушек из 10 обращали на меня внимание. Что изменилось у меня? Ничего не изменилось, да? Но вот что-то изменилось. Ну вот ты не допускаешь, что просто ты качал секс-чакру, и ты стал больше обращать внимание, что на тебя кто-то обращает внимание. Да, есть такая возможность, что я настроил свои фильтры восприятия и начал замечать то, что я раньше не видел. И на тот момент, когда я это качал, я тоже так думал, что может быть это фильтры. И я специально старался даже как-то не обращать на это внимание. Просто ходил и вот думал, пофигу, пофигу. И в моих случаях попадались в поле зрения, попадались девушки сами, попадались, которые залипали на меня. Ну и, наверное, самое главное, это то, что когда я качал секс-чакру, у меня появилось 2 девушки. Ну в смысле, что сначала с одной познакомился, потом с другой познакомился с девушкой. Вячеслав из Москвы спрашивает. Привет, Славка. Почему ты часто появляешься в красном? Ну, сейчас совпадение. Я не планировал сегодня быть в красном. Так получилось. Когда-то давно я прокачивал тестостерон. Или даже так, я искал таблетку волшебную, благодаря которой у меня будет больше внимания со стороны девушек. Мне просто было интересно, а вот если вот так, вот так, если вот так, вот так, секс-чакру прокачаю, что-то сделаю своим тестостероном. И в какой-то момент я понял, что тестостерон, во-первых, что мне нужно сделать, это отрастить бороду. Второе, что я подумал, что, наверное, тоже будет как-то усиливать эффект, да, это одеть красное. И я подумал, надо это протестировать где-то. И я пошел в школу танцев. И я вот весь такой с бородой, я специально подождал, пока борода у меня не отрастет, подросла борода. Я одел красную футболку, специально красную, я купил специально красную футболку. И я прихожу, это была первая группа, это первое занятие. И я прихожу, и там точно такой же мужик. Точно с такой же бородой, только чуть больше, более накачанной, и с той же самой красной футболкой. Я тогда тоже в смысле бытия задумался очень хорошо. И я понял, что красный цвет, во-первых, мне подходит, а во-вторых, он усиливает. Объясни мне, пожалуйста, с научной точки зрения, почему красный свет усиливает. Что усиливает? Влияние на других людей. А пока она думает, я вам действительно скажу, что, во-первых, попробуйте, может быть, вам красный свет тоже зайдет. И второе, что подумайте, это где вы будете его применять. Например, там, где будет большая группа людей, там, где вы будете что-то вещать, попробуйте одеть красное. Ну ладно, научное объяснение. Я не ученый, но художник. Красный вызывает вызывающий цвет. Если ты осмеливаешься надеть красный, значит, ты претендуешь. Да, и ты правильно говоришь, надо соответствовать. Недостаточно надеть красный. После этого нужно претендовать, да, ну, то есть, соответствовать этому. Это значит, что уже идет положение тела, да. Как ты говоришь, что ты говоришь, какие эмоции испытываешь, как ты двигаешься, да, руками, что у тебя с ногами. И давайте проанализируем сейчас меня. Насколько я соответствую красному цвету? Я занял все, да, все пространство, которое, возможно, было занять здесь. Это первое. Второе. Моя нога на ноге. Ну, если там не видите, ну, там вот там есть, да. Помимо этого, моя голова прямая, я стараюсь держать голову прямо. Ну, не всегда, конечно, получается, но я стараюсь подбородок, да, не слишком сильно опускать. Моя поза, она не закрытая, ну, кроме колен. Ну, там их не видно, да, как бы. И немножко там другая демонстрация. Суть одна, что я расширен, и я себя веду по-другому. Нужно соответствовать. Ну, это уже у нас больше относится к теме какой? Социальный интеллект, да, там, где мы взаимодействуем с другими людьми. Ну, это уже совсем другая тема. Но суть одна, что я, то, что я вам говорю, ребята, это самое главное. То, что я говорю и даю вам, я это сам использую. И поэтому я знаю, что это точно работает. Ну, скажи субъективно, когда ты в красном, ты чувствуешь себя более уверенно, чем когда ты в синем? Я честно скажу, нет. Мне кажется, это одно и то же. Я одно объясню, почему. Потому что мое поведение, опять же, да. Я могу быть и в синем, и в белом, и в коричневом, и в черт знает в каком свете. Но если я включаю свое тело, тон голоса, эмоции, то мне наплевать, как я выгляжу. Но в некоторых случаях, если я, например, там рубашечка, да, красный цвет, либо синий тоже такой, надо достаточно ухоженно, да, все одета очень хорошо, то это усиливает мое состояние, которое я транслирую. В данный момент, например, если бы я был одет как бомж, но при этом я транслировал состояние, то это было бы 5 баллов из 10. Но если я одел вот это, красное, плюс рубашка белая, то это усиливает мое состояние 8. Может быть даже, ну, 8, 7-8 баллов. То есть это усиливается. Да. Вот сейчас оно на меня влияет в том числе. Сергей из Минска спрашивает. Здорово, Серег. Умеешь ли ты петь? Я ходил как-то в хор совсем недолго, и мне очень понравилось. И у меня была гитара в свое время, и я пел песни под гитару, и я учился играть на гитаре и пел, отжигал. Да, я считаю, что я умею петь, и, ну, или так, давайте так, у меня есть потенциал. У меня к этому лежит душа, в любом случае, да, это точно есть. Это официально я вам заявляю, мои шалунишки. Никогда не знала, что ты на хор ходил. А что за хор был? А, к сожалению, когда мне это спрашивают, я всегда говорю, она уже умерла. И очень крутая была преподавательница, и там был хор. Это был не в нефтяниках. Ну, какая разница людям, где это было. Там было человек, наверное, 15, и были разные тональности, меня поставили в бас. Сначала был посередине, потом он говорит, иди в бас, и я пошел в бас. И мы пели, мы джаз пели. А, это было божественно. Боже, как я люблю джаз, либо танцевать, либо петь. Мы пели классику, классические какие-то песни. Ну, было много чего клево. И все песни были из жанра, знаешь, не попса. Но мне кажется, мы бы и попсу бы спели. Было круто. Как долго ты ходил туда? Немного, занятий 2-3, не больше. Это далеко, добираться было далеко. Сейчас было бы еще дольше. Если бы это было где-то в центре, я бы с удовольствием сейчас бросил бы даже танцы. Ну, или так, я бы ходил бы и туда, и туда. Потому что хор, это энергетика, это так заряжает. А если песня классная, а если ты вступаешь в аккомпанемент, это так называется, не знаю, как это называется, это когда одни замолкают, да, и вот вы втроем вошли, вот эти, с этим басом начали работать. Потом ты либо один остаешься, а другие подключаются. Это вот так... Это божественно, ребята. А на гитаре почему не стал играть дальше? Я гитару купил, чтобы соблазнять девчонок. Помогло? А есть одно из правил, что тренируешь, то и получаешь. Я научился петь, играть на гитаре. Если бы я тренировался соблазнять девчонок, скорее всего, у меня было бы меньше проблем, да. А так они думали, что задрот со своей гитарой, вцепился в нее и на меня не... Ну, не совсем. Они приходили, парни приходили со своими девушками, под мою гитару пели, а потом ходили заниматься сексом. А я с гитаркой сидел в этот момент. Ну, они хорошо проводили время, и друзьям нравилось со мной петь. Это, кстати, для меня удивительно. Я говорил, да, пойдемте петь под гитару. Они все шли, мы все пели под гитару. Интересный вопрос. Давай. Нам прислали из Владивостока. Виктор Палыч спрашивает, сколько стоит твой час? Мой час стоит сейчас 3000 рублей. И я очень люблю эту сумму. Мне нравится эта цена. А что? Что ты можешь продемонстрировать за это? Подожди, подожди. Я хотел сказать, что раньше мой час стоил 500 рублей, и эта цена была проститутки города Омск зарабатывали больше, чем я. А потом было 1000 рублей, и все равно они зарабатывали больше, чем я. Потом полторы, все равно больше. А сейчас я зарабатываю столько, сколько я не... Неужели я дошел до этого уровня? Это все благодаря тому, что мое качество консультации растет. Что за этот час я могу дать результат человеку, который придет и скажет, Дима, мне нужно что-то прокачать. Либо, Дима, давай потренируемся по навыкам. И эти 3000 рублей он вкладывает в себя. Поэтому такая-то сумма. Давайте еще. Владислав из Петропавловска. Был у нас Петропавловск? Нет. Петропавловска спрашивает. Владька, привет. До танцев у тебя был рукопашный бой? Да, до танцев у меня был рукопашный бой. Расскажи, пожалуйста, о своем самом запоминающемся моменте. В рукопашном бое самый запоминающийся момент. Я рассказывал как-то в своем влоге, что меня бил 15-летний пухляш. Но, наверное, это уже не считается. Надо что-то еще сказать. И девчонка, которой было тоже 14 лет, избивала меня просто как не знаю кого. Как тряпку последнюю. Слушайте, самый запоминающийся момент. Ладно, хорошо, хорошо. Вот он мотивирующий, самый потрясающий запоминающийся момент. Я уже очень хорошо прокачался по рукопашному бое. Я тренировался каждый день дома. Я ходил в еще одну группу. И я отрабатывал, знаете, как Рокки, который бегает по утрам. И музыка такая идет, вот такая. И он там бегает, и он музыка идет, он бьет и тренируется. И вот так я тренировался, как Рокки. И я пришел опять в свою группу, и мне поставили парня, который очень хорошо подготовлен. Он очень быстрый, стремительный. И он раньше меня попадал, и он всегда побеждал. Он реально прокачан хорошо. Он выступает на соревнованиях, а я нет. А я Рокки, я был Рокки. И вот мы с ним становимся в спарринг, и я слышу в этот момент музыку. И в этот момент все. И вот сейчас, вы знаете, как аниме в каком-нибудь, или в какой-то игре, ты становишься в стойку, и пошла музыка. И я не знаю, реально у меня в голове была музыка. Может быть, это шизофрения, ребята, мне наплевать. Но суть одна, что никто не мог победить. Мы, во-первых, не могли достать друг друга. А мы такие были быстрые оба, что он не мог в меня попасть, и я не мог попасть. Либо он попадал, и я попадал. И бой был насыщенный, очень крутой. И никто не победил. Ребята. Тренировки решают, реально. Я бился с чуваком, который выступает на турнирах. Ну, блин, ну это очень круто. Вот это запоминающийся момент. Никто не победил на тот момент в этом спарринге по очкам. То есть, когда ты попадаешь в лицо, ты по другому попадаешь в лицо. Никто не победил. Я достойно защитил себя. А до этого он тоже меня избивал, как последнюю сучку. Ой, очень мило. Ты был Рокки, а он Аполло Крит. Да, и никто, никто. Это было прям захватывающе. А потом вы обнялись и плакали, правильно? Я плакал один в раздевалке от счастья, что я достиг этого, да, что я смог справиться с этой ситуацией. Да. Ну, я потом его поджидал, конечно, после. Ну, это другая история. Павел Глоба из Москвы спрашивает. Привет, Глобушка. Как ты относишься к эзотерике? Вопрос с подвохом. Я считаю, что эзотерика действительно существует. Или как один из моих учеников говорит, моих последователей, он говорит так, что есть такие вещи, которые мы пока еще не объяснили с научной точки зрения. Но они точно есть. И поэтому мы их объясняем как можем. Поэтому это называется эзотерика. То есть это работает, и это пока нельзя объяснить. Вот я считаю, что есть эзотерика, которую пока мы можем объяснить вот хоть как-то вот так. И она точно работает. А есть еще шизотерика. Это когда человек внутри что-то почувствовал, что-то исправил, что-то... А снаружи он такой же, как нищеброд, ходит там где-то, не знаю, в той же самой одежде, годами воняет и сидит у себя в однушке и обои клеем замазывает. Я не знаю, как их называют таких людей. То есть человек, который ориентирован на результат и реально влияет на мир, и что-то у него получается, я не против такой эзотерики. Это круто. Я тоже бы хотел это внедрить с удовольствием. Но я очень плохо отношусь к людям, которые пудрят мозги себе. Ну ладно, к себе-то ладно, но другим в том числе. Вот такое я не люблю. Поэтому эзотерика гуд, если она приносит стабильный, видимый результат, а не ментальный анонизм. А смотри, такое еще складывается впечатление, что для тебя доказательство того, что человек делает правильные вещи, это его финансовый доход. Да. И что? Что? И что? Ну, у него, например, духовные цели, а ты хочешь от него материаль. Согласен. Ну, в смысле, что действительно есть люди, которые ставят себе духовные цели и что-то с этого получают, да, какое-то испытание. Слушай, слушай, нет, нет, я даже согласен. Давай так, по-другому, он, этот человек может ко мне подойти и сказать, Дима, пофигу на деньги, главное внутреннее состояние. А я ему тогда скажу, а вот у меня есть определенные тараканы. У каждого человека есть определенные тараканы, у меня тоже они есть. Вот твое духовное состояние сделает так, что я эти тараканы уберу? Вот для меня это важно. Вот и все. И он скажет, да, сделает. Я согласен, тогда для меня это тоже духовный рост. Я уберу эти тараканы и пойду все равно делать что-то в жизни. Ну, если захочу. Это уже от меня зависит. А люди, наверное, вот, которых ты описываешь, духовный рост, они за тараканины и пытаются это зашорить, да, закрыть вот какое-то поверхностным освобождением. А тараканы все такие же есть. И, наверное, человек, который ко мне придет, я скажу, чувак, вот ты, говорит, ты получил внутреннее освобождение. Окей, окей, я не против. Иди сейчас подойди к тому человеку и спой с ним детскую песенку. Это еще не все. Потом ты пойдешь со мной в общественный транспорт. Мы с тобой сядем в наши замечательные троллейбусы. Там очень много пожилых людей ездят. Там много людей, пачка людей. Вот ты станешь в центре, и твоя задача – три остановки петь детские песенки. А можно пошлые? Ты же внутренне освобожден. Ну, давай, сделай это, пожалуйста. Не надо мне демонстрировать. Я просто хочу, чтобы ты освободился еще больше в социальном плане. Да? И у людей начинает сразу вылазить вот эта куча-куча вот этого всего. Потому что зашорено. Сначала надо убирать вот это говно, а потом уже расширяться дальше. Ну, это мое личное мнение. Ну, и вот следующий вопрос логично вытекает из предыдущих. Логично вытекает. Почему? Давай, вытекай. Почему ты так не любишь ментальный анонизм? А ответ на этот вопрос вы уже узнаете в следующей части этого влога. Поэтому не забудьте подписаться и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить. Все. Всем пока. Чмоки-чмоки. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok